всем привет дорогие мои и сегодня мой рассказ о том как проходит европейская свадьба да я сама лично присутствовала на европейской свадьбе замуж выходила моя ближайшая подруга она переехала жить во французскую часть швейцарии и она празднула свою свадьбу вместе с нашими гостями из россии и гостями из европы вы наверно знаете что швейцария это небольшая страна в европе которая поделена на разные кантоны и есть франкоговорящая часть швейцарии есть италия итальянская часть есть немецкая часть и еще другие части которые мы не знаем так вот франкоговорящая часть швейцарии это очень близкая по культуре к франции часть да где практически все говорят на французском французский является основным языком традиции франции перед перенимают швейцарцева и очень-очень все это близко и так что за отличает швейцарскую свадьбу европейскую свадьбу от нашей свадьбы но прежде всего это такая знаете камерная атмосфера то есть не будет 50 100 200 человек как у нас принято иногда особенно в кавказских семьях да то есть не будет такого большого количества людей будет какой-то маленькая узкий круг только ближайшие родственники возможно знакомые то есть такая маленькая уютная свадьба что еще мне запомнилось запомнилось что что нет такой помпезности все достаточно скромно так как у нас была межнациональная свадьба невеста из россии жених и швейцарии регистрация проходила на двух языках когда происходила регистрация непосредственно в ратуша в шикарном месте в центре города девушка которая давно уже живет во франции в швейцарии извините девушка из украины и она прекрасно говорила на французском она нам переводила переводила и что мне особенно запомнилось читался такой прямо лист типа нашего договора что супруги должны друг другу да то есть они давали какие-то торжественные обещания или с верностью любви это было для нас прямо таки неожиданностью ну начну с самого начала хочу сказать о том что девчонки и те девчонки кто думают чем бы заняться в европе я вам хочу сказать что сфера красоты практически не охвачена там очень долго искали кто же сделает и прическу кто сделает макияж кто сделает маникюр очень мало мастеров из этой сферы живут европе то есть как-то она нашла русскую девочку которая хоть как-то вот приблизительно ездил этот френч такой свадебный сделано прическу после которой мы смеялись и хотелось просто намочить голову и самой накрутиться да да то есть такие бывают моменты они неожиданны для нас да но совершенно другая культура совершенно другая культура и эти девушки которые пришли на свадьбу я имею ввиду швейцарки они пришли достаточно скромные одеты если у кого-то был там платочек или красная сумочка то считайте что они уже пришли нарядными на свадьбу ну что касается наших девушек тут уж извините наши развернулись и декольте и каблуки и макияж шикарный парфюм вы понимаете это для наших девчонок прямо ну вот выход в свет но естественно девушки из россии из украины они были в центре внимания потому что естественно все мужчины всех национальностей смотрят только на них что дальше меня удивило это подарки то есть если у нас принято дарить шикарные подарки дарить деньги какие-то конверты мы везли тоже из россии все девчонки подружки передали на свадьбу какие-то памятные подарки то те кто пришел на свадьбу со стороны жениха они подарили скромные подарки либо вообще не подарили да не принято дарить огромные букеты не принято дарить огромные цветы это сделали только мы россияне что еще интересно в традициях швейцарской части французской части было то что невеста не должна видеть букет заранее то есть его приготовили принесли спрятали он будет красиво так упакован и когда и жених вручил действительно его она увидела первый раз была поистине удивлена что еще меня очень удивило это конечно прогулка прогулка была очень такая короткая мы сфотографировались проехались по каким-то красивым местам благо в европе очень много красивых мест это просто рад для фотографов где можно невесту поставить женихом и фотографировать 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 всегда получится отличный результат что касается платье она была шикарным тоже скромным сдержанным костюм жениха был тоже нормальный исключительный такой вот серый такой костюм в общем-то смотрелся гармонично с ее платье что еще хочу сказать что меня удивило меня удивило то что мы поехали в ресторан до после регистрации мы поехали в ресторан по нашим понятиям ресторану сейчас мы сядем покушаем потанцуем повеселимся а вот и нет дорогие мои нетушки мы поехали в шикарный ресторан который находится но над озером женевское озеро которое в определенных местах почему-то называется лиман да хотя это одно и то же озеро с одной стороны женевское озеро другой лиман так вот лиман с видом на этот лимана швейцарское озеро с одной стороны виноградники с другой стороны озер и шикарный прием и это только вино да это только вино вино всех различных видов да то есть белое вино сухое и красное и розовое шампанское и все это как году сервирован стол только из вина и определенных закусочек закусочки мини мини бикини 69 я не шучу то есть нет таких столов которые ломились и это принято так это нормально считается люди общаются говорят единственное то санте за здоровье да и это прекрасно все фотографируются все счастливы вот это общение это межнациональная среда это просто шикарно мы сделали обалденные потрясающие фотографии на фоне женевского озера потусили напились вина закусили так скромненько и хорошо что мы заранее девочками приготовили русскую кухню которая шокировала всех на нашей террасе естественно это оливье это селедка под шубой это холодец это запеченное мясо да это было шикарно и даже блинчики но как же без них и то есть таким образом народ отпраздновал на свадебную церемонию немножко посидели в ресторане гости поздравляли фотографировались мы сели на автомобиле и поехали обратно в город но каково было мое удивление что сели те же водители которые нас везли в ресторан но они же пили вино интересно как же они теперь поедут да ничего страшного но наверное европе другие законы никто нас не остановил потому что мы не нарушали правил приехали наконец-таки мы наелись надо сказать что на европейских свадьбах не принято наедаться но это особый случай это свадьба совместная и поэтому когда уже все хорошенечко покушали выпили закусили и тогда понеслась тогда мы пели песни под гитару каждый на своем языке все было весело и красиво и заключение вынесли торт ну торты бывают разные бывают мини торт бывают шикарные здесь было просто внутри коржа смазанных кремов и украшенных фруктами то есть это тоже был свадебный торт то есть никаких излишеств что я могу вам сказать все равно свадьба прошла на ура свадьба была шикарная она запомнилась мы сделали прекрасные фотографии гости остались довольны это было что-то такое необычное я думаю что это стоит того девчонки кто не замужем вот я думаю нужно делать таких громоздких прямо каких-то огромных банкетов вот такая вот скромная изящная свадьба во французском стиле это просто тот бриллиант ну который вы будете вспоминать это тот миг который вас объединил это тот момент счастья где вы зажгли где вы друг другу пожелали счастья на всю жизнь это тот момент когда вы признали друг другу любви и сказали да я буду с тобой уже всегда мы будем счастливы всю жизнь вспоминать этот момент я думаю это стоит того попробовать себя в роли европейской невесты а для тех кто не знает как это сделать обращайтесь ко мне психологу в общем-то агенту французского агентства напишите просто мне в директ эльвира я хочу замуж за француза и эльвира я хочу замуж за швейцарца эльвира я хочу замуж за бельгийца или я хочу замуж по люксембургу и мы обязательно вам поможем главное ваше желание и красивые фотографии и настрой но девчонки обратите внимание если здесь у вас есть что-то сдерживающее нужно это отпускать обиды к бывшему мужу претензии естественно кредиты и все остальное это нужно отпустить с этим работаю я и другие профессионалы поэтому когда вы будете чисты пусты и готовы к новому опустошите себя от старого чтобы быть готовыми к новому обращайтесь мы вам поможем а с вами была эльвира еленчикова из солнечного краснодара